вот это очень интересные люди да они такие немножко меланхоличные романтики очень хотят быть уникальными никого ни на кого не похожими очень здорово выстраивает тоже отношения но для них что особенно важно это сравнивать себя с другими людьми и понимать а я лучше или хуже если я хуже моя самооценка падает настроение падает все больше ничего делать не хочу если и если я лучше то самооценка растет я клёвый я замечательный все у меня отличное настроение я пошел работать управлять ими крайне сложно вообще почти неуправляемые люди потому что они плевать хотели на авторитеты люди настроения при этом люди очень творческие и если они уже хотят что-то сделать то они делают это очень красиво с какой-то своей изюминкой с каким-то таким своим особенным подходом но вот этих людей всех точно знаете а да поэтому в работе им что очень важно определенная креативность чтобы это было оригинально чтобы это была возможность себя проявить чтобы мои чувства мои идеи обязательно ценили и принимали да и действительно я очень связан со своим настроением и я хочу работать так как я хочу я хочу просыпаться когда захочу я хочу уходить когда я захочу работать в таком окружении да чтобы никто не мешал они вот в этих будочках вот если такие условия есть человек работает прекрасно и вот как раз они очень здорово строят длительные такие теплые отношения с клиентами а в том числе с корпоративными клиентами но опять же если да если в общем то условия не в его пользу он впадает в депрессию может устроить бунт вообще сказать я не буду это делать я не хочу у меня нет настроения отстаньте от меня и в общем то демотивирует всех остальных потому что постоянные капризы вот такая вот капризная принцесса на троне это очень хорошо отражает двигаемся дальше приходится быстро а вот очень интересно тоже идти подстраненный наблюдатель люди ученые люди такие профессорского типа которые бы провели всю жизнь может быть своей лаборатории чтобы исследовать мир изучать но так желательно через стекло чтобы напрямую с людьми не контактировать вот они как раз живой контакт с клиентами не очень любят коллективе предпочитают держаться тоже так немножко отстраненно не вовлекаться вот в эту вот повседневную какую-то текучку беготню и так далее если мы говорим о клиентах это те люди которые достаточно сухо скупо разговаривают и оценивают в первую очередь все интеллектуально логически я должен знать что это за товар что вообще мне предлагаете они сберегают свои ресурсы в первую очередь информацию какую-то энергию какие-то свои эмоции и ну вот они вот так вот могут выглядеть например как правило достаточно но так ну не выразительно скажем так не на показ как третий тип вот они очень копают в суть проблемы если у вас есть какие-то сложные задачки вспоминайте шерлока холмса до который брался за самые трудные проекты это вот этот тоже тип дать им сложные задачи он и решит дать ему придумать стратегии он придумает но он хочет быть ко всему готов предупреждать его заранее завтра у нас будет разбор полетов будем тебя ругать человек уже готов ему уже спокойно он пришел предпочитает работать в уединении автономно заниматься каким-то своим конкретным делом если это не получается если очень много конфликтов если вы втягивает во все эти эмоциональные разборки либо же заставляют тратить попусту время его силы делать глупую работу с его точки зрения я работу сделала она уже никому не нужна его это страшно бесит человек начинает вести себя очень высокомерно гнет свою линию и в общем-то делает только то что он хочет делать заставить его невозможно опять же подрывает гармоничную атмосферу в коллективе то в чем чего мы стараемся избежать может быть кто-то смотрел этот мультик потрясающая иллюстрация вот этого типа хочу что люди знали не а грамм когда писали сценарий скептик или преданный два названия очень интересных человек стремится быть в безопасности найти точку какой-то опоры какой-то уверенности и вот этот страх которым движет по сути это действительно ощущение того что случится может все что угодно это очень прекрасный риск менеджеры или эти люди которые планируют ваши финансы или это те люди которые действительно отвечают за технику безопасности потому что вот с ними уже точно все будет гарантировано наверняка продумано в безопасности вот что в общем то им важно ну вот можно посмотреть даже да такой легкий испуг в глазах застывший у них очень часто на лице нарисован в работе что они делают да они поддерживают очень здорово вашу компанию корпоративную культуру ценности этой организации потому что это дает им чувство безопасности я в компании вместе мы банда как вот этот веник да прутики по отдельности сломать легко когда все связки а его не сломаешь вот это вот чувство опоры действительно то же самое они очень уважают свой авторитет своего авторитета лидера или начальника до тех пор пока начальник ведет себя хорошо ну как говорится да не злоупотребляют власть и так далее они очень трудолюбивые они делают ту работу за которую никто не хочет браться самые вот такую может быть рутинную какую-то или не очень такую престижную или пафосную очень дружеские отношения со всеми коллегами со всеми своими подчиненными вот ну я уже говорила да хорошая способность к анализу если проблема со властью если кто-то нарушает правила работает нечестно не платит вовремя зарплату да и доверие его обманут и человек становится очень подозрительным начинает много жаловаться устраивает бунт может вплоть до того что поднять весь коллектив против начальства запросто с ними нужно быть осторожными то же самое клиенты этого типа им нужно ваш им нужно заслужить их доверие в первую очередь показать что вы работаете честно что у вас нет никаких подводных там камней да и так далее вот этим людям кстати продавать очень легко под первым же впечатлением потому что это люди которые обожают все новое новое впечатление новые яркие какие-то события вот он увидел загорелся тут же купил если он тут же не купил все потом его не словите он уже убежал и пошел покупать что-то другое вот это те люди которые покупают не один раз а много в плане того что к примеру если эта девушка у нее есть одна пара туфель то у нее тут же появится и 2 потом 10 потом 20 и это да то есть человек который чем больше тем лучше всего разного интересного все что интересное все что вызывает его энтузиазм ему очень нравится и вот так называемый обжорство да когда человек просто не может насытиться хочу еще еще новенького еще интересненького если вы скучны и если ваша компания такая унылая да и там работает как-то вот однообразно и ваша продукция уже годами не менялась вот их у вас не будет среди лояльных клиентов вот на и сотрудники тоже таки скорее всего от вас убегут любимое их выражение на лице это вот это я как-то пыталась измерить у кого улыбка шире значит ну и что в работе они не признают авторитетов сегодня я начальник завтра ты начальник так что не надо тут типа да выпендриваться очень много идей постоянно они придумывают новые идеи внедрять их на практике уже некогда потому что все время новые появляются в голове так что такие генераторы которые ничего не делают делают только то что им интересно скажем так но зато очень классно умеет строить социальные сети общаться взаимодействовать налаживать контакты вот опять же чем более открыто и свободное общение тем лучше чем меньше формальности тем лучше вот есть умеет поднять настроение очень быстро всему учиться вот если компании все наоборот вот то он в общем то какое-то время становится таким ворчливым критикующим работать не хочет в результате скорее всего уйдет вот эти люди у них основная тактика убегать мне что не нравится все до свидания как колобок до бабушки ушел волка и от всех кого только мог и еще две цифры осталось восьмой тип отважный такой лидер или защитник разные названия такой рыцарь в доспехах который хочет всегда быть сильным всегда уверенным всегда контролировать ситуацию всегда контролировать все что он делает всех людей вокруг себя распоряжаться ресурсами я если чего-то хочу я должен получить немедленно и сразу а лучше еще вчера и чтобы не это на дом доставили мне абсолютно все равно даже если вам это не нравится такой танк который прет на пролом который заставит всех делать то что он хочет прекрасные лидеры действительно потому что у них работа кипит всегда с ними вот с этими начальниками никто не будет сидеть без дела в общем то ну вот вам примеры дожидают людей которые заставляют мир вертеться вот этих фирменный жест то что посередине они часто это делают вот это тоже очень классный образ значит они действительно контролируют ситуацию кто здесь главный если главного нету значит я буду главным в общем-то позицию лидера с удовольствием берет на себя даже если это уборщица не волнуйтесь все швабры будут под ее чутким руководством это вот это вот уборщица который кричит куда пошел я тут помыла только что вот там вот другим коридором и сюда чтобы ни шагу справедливость очень важное для них понятие ну и вот действительно это точек который умеет заставлять вещи двигаться вертеться представьте себе такого клиента который периоды будет проверять вас на прочность когда он вас проверит все он будет с вами работать но если вы сдались если вы где-то ему уступили там что-то не доделали все ему это уже не интересно он с вами работать не будет ну и если в компании вообще правил никаких нету и он не может прийти к власти там все разрулить или слишком все спокойно и тихо и мирно а ему то борьбы хочется да как бы какой-то заварушки ну вот он превращается вот в такое вот существо отстраняется уходит в себя и на самом деле может даже немножечко вредить работе всей компании опять же нарушая гармонию в коллективе а вот этот вот чек дипломатичный миротворец 9 тип тот кто от природы умеет устанавливать гармонию и какое-то такое взаимное понимание принятия ему крайне важно быть мирным жить вот в этой простоте и гармонии и он не хочет уделять внимание ничему что может как-то нарушить этот покой это могут быть какие-то лишние чувства какие-то лишние мысли все это прочь я лучше буду вот в своем таком внутреннем санаторий отдыхать расслабляться наслаждаться жизнью и в общем то позволять всем жить так как они хотят мирно просто и спокойно очень умиротворенные лица этих людей если посмотрите поэтому они часто выглядят очень молодыми даже в старости потому что но они не напрягаются до живут на расслабоне вот они хотят работать комфортно более-менее предсказуемо чтобы все были как большая семья да в коллективе вот чтобы не нужно было там лишний раз бегать суетиться чтобы дела были предсказуемые четко понятны кто что делает и в принципе если уже разума раскрутился да как вот это колесо он уже он уже крутится он молотит эту работу делает и делает но вот чтобы ему начать вот это движение ему нужно такую инерцию колоссальную преодолеть поэтому чаще он просто ничего не начинает его вот мечта вот так вот всю жизнь провести но это конечно вряд ли получится поэтому в организациях все равно возникают стрессовые ситуации вот вы можете их прочитать сейчас да человек начинает чувствовать себя белка в колесе он крутится он бегает суетиться и в общем то ничего хорошего из этого не выходит я буквально вот вчера была у косметолога я просто такую маленькую иллюстрацию сюда почему важно действительно какая атмосфера в коллективе как сильно клиенты это чувствуют она буквально только перешла на работу в этот салон красоты но мы разговорились она явно стала спрашивать а почему вы ушли со своего предыдущего места работы вот она кстати очень классный специалист и она говорит понимаете проблема в том что наши там учредители между собой никак не могли вот наладить отношения постоянно ссорились там выясняли что-то в итоге это стало отражаться на работе сотрудников да мы стали нервничать мы совершенно не знали что будет завтра правила постоянно менялись а я ведь ну я хочу работать я не хочу решать их там проблемы да я не хочу вот в эти эмоциональные вещи ввязываться и говорит конечно стало это сказываться на работе наших людей я горю ну а как же клиенты ваши клиенты когда приходили они как-то это чувствовали вот эту обстановку она говорит не просто чувствовали даже задавали вопросы и говорили а что у вас вообще такое происходит почему все такие нервные зажатые вот в общем то я уверена что часть клиентов просто перешла вместе с ней в другой салон потому что ну работать приходить вернее в тот салон да где такая напряженная атмосфера осталось целых пять минут ух ты как здорово я сегодня молодец вот действительно людям не хочется поэтому если есть возможность учесть интересы всех сотрудников до всех девяти типов создать такие условия для каждого или такое рабочее место где ему будет максимально комфортно чтобы он сам внутри чувствовал себя гармонично и спокойно тогда вся организация будет представлять вот такое большое гармоничное колесо да то же самое что символы неограммы обозначает которая красиво крутится да и и движется туда куда ему нужно все в общем-то движется вместе с ним